Всем привет народ, с вами я Анилан из союза ютуберов анимешников, и сегодня мы сделали топ-6 аниме в военном жанре. Честь Дня Победы. Погнали. Сегодня 4 часа утра. Без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу. Без объявления войны. Германские войска напали на нашу страну. Атаковали наши границы во многих местах. И подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими крестьянами интеллигенции, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии. Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную Отечественную войну за Родину, за честь, за свободу. Игра Джокера. Весьма специфичное произведение, посоветующееся о профессиональных агентах Японии. Поначалу повествование нам рассказывают про одинокого военного, который выполняет свои должности, обязанности. Так сложилось, что он должен был выполнять свою миссию вместе с поставленными кем-нибудь агентами. В общем, сюжет этого тайтла очень странный и непоследовательный, который показывает нам, как агент выполняет свою миссию в одиночку. Что, где и зачем, особо непонятно. Не, самое лучшее аниме, согласен. Но разок глянуть ее можно. Алисон и Лилия Алисон и Лилия – классный аниме. Ход для оценителя в хорошей рисовке он, возможно, не зайдет. Я бы сказал, для просмотра этого аниме необходимо немного терпений, чтобы вернуться в историю. Итак, сюжет поделено на две части. Расскажу о первой из них. Событие происходит в альтернативном мире, где временами идет война, а иногда случается временами перемирие. История нас знакомит с девушкой по имени Алисон и парнем по имени Вилл. В дальнейшем история этим двоим предстоит путешествия, в котором они столкнутся с приключениями и будут вынужденными решать, возложенное на них время. А следующим у нас занимает тяжелый объект. Очень, я бы сказал, экшн-сериал. Разбавленные тактики ведения боя и стратегии странных машин. Ну что ж, давайте по-быстрому в курс дела. Событие также происходит в альтернативном мире. С какого-то момента в войну между странами появилась некая супертехника, как тяжелый объект. Высокопрочная броня, мощная боевая техника и быстрые маневренные. Это все относится к этой страшной машине. Также нам рассказывают, что даже ядерное оружие не способно прибить эту груду металла. А противостоять таким страшным объектам может только другой такой же объект. В целом, событие развивается как раз на войне между таким же объектами и не только с ними. А дальше спойлерить не буду, ибо при просмотре можно все почувствовать самому. Достоинства этого аниме. Классная рисовка, красочная боевой экшн-цены. Также были тактики и стратеги главных лид-сериалы. В общем, я не особо зацикленные критики. Лично мне это аниме очень зашло. Неплохо, да и не сказать, что идеально. Просто хороший сериал, который можно глянуть вечерком. Девушки и танки. Танковые баталии закаляют дух. Конечно же, если бы они были настоящие. Да, в данном аниме танковые баталии это спорт. Но именно это немного разгружает всю атмосферу, давая зрителю немного расслабиться и насладиться прекрасной рисовкой и экшеном. В данной картине мы будем наблюдать за Михо Насидзуми, главной героиней и ее танковым полком, которые будут участвовать в танковом чемпионате и столкнуться с сильными соперниками других танковых школ. Хочу отдать дань уважения художникам, ведь детализация техники выполнена на очень высоком уровне. В целом, задумка интересная, а наблюдать за танковыми боями довольно-таки забавно, ведь физика в данном аниме не самая сильная его сторона. Аниме особо придется по вкусу танкистам. Приятного просмотра. Следующее аниме Оборотни. Итак, на улицах Японии неспокойно, террористическая группа секта устраивает все больше терактов. Но под покровом ночи, лунного света, на охоту уходят серберы, группа профессиональных убийц, что готовы рвать на куски любого, кто будет тревожить покой страны. Аниме с первых минут погружает в атмосферу антиутопии, и буквально на своей шкуре ты ощущаешь гнет гражданской войны и страх перед ней. Приятного просмотра. В аниме затрагивается множество проблем современности. Настоятельно советую ознакомиться. Военная хроника маленькой девочки. Сага о злой Тане. Безжалостная, жестокая, безумная и одновременно рассудительная. Демон Рейна, или же Таня фон Дегуршав. Ее боятся как враги, так и союзники. Ведь этот ходячий кошмар явится наяву всем волшебникам импирской армии. Ранее Таня была мужиком в нашем мире, но умерла от рук убийц. Но по воле существа, именуемые богом, мужик перерождается в обличи маленькой девочки, которая стала отличным воином. Таня очень колоритный персонаж, ведь такое редко можно увидеть, чтобы такая маленькая девочка вмещала в себя столько жестокости, злобы и безумия. Аниме может похвастаться динамичным повествованием, которое сопровождается сценами эпичных схваток. И само по себе является эталоном военной хроники, поэтому советую всем к ознакомлению. Приятного просмотра. Ну вот и все, боец. Окончен бой, настало время рассвета, но впереди еще много предстоит пройти. И главное не теряй каску. Поздравляю всех с Днем Победы! Отметим это! Траймим ура! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok